Каложский благовест – это не просто фестиваль, это мероприятие, которое объединяет всех нас в это непростое время. Именно такое мнение высказал заместитель министра культуры Беларуси Василий Черник, приехавший на открытие 13-го международного фестиваля православных песнопений. В нынешний век, в нынешние годы, начало 21 века, проведение таких фестивалей весьма актуально. Актуально прежде всего для молодого подрастающего поколения, для тех людей, которые относятся с большим уважением, с любовью к прошлому, к истории. И то, что на каждом фестивале находится большое количество различных творческих коллективов из различных стран, которые приезжают в город Гродно, это весьма актуально и очень важно сегодня. Насколько я владею информацией, 6 стран принимают участие в нынешнем фестивале и свыше 30 коллективов, как светских, так и духовных, принимают участие в конкурсной программе этого фестиваля. Поэтому, я думаю, его значимость сегодня для Республики Беларусь, для Гродненской области, для города Гродно, старожитного города, который очень богат своей историей, памятниками архитектуры, пультовым сооружением, оно весьма важно и актуально. Надо сказать, что Каложский благовест в этом году проходит в рамках программы «Гродно. Культурная столица Беларуси». Фестивалей подобного уровня в стране больше нет. Отсюда такой интерес различных государств к Гродненскому фестивалю. Город Гродно – культурная столица 2014 года, культурная столица Беларуси. И то, что этот фестиваль проходит в рамках и этой акции, это тоже весьма важно и актуально. И участие коллективов из различных стран мира – яркое тому подтверждение, что к нам хотят ехать, нас хотят видеть. Мы хотим услышать их певческое искусство. Это весьма важно и актуально сегодня. Вот такое время. Необыкновенная атмосфера царила еще до начала голоконцерта. Гродненские священнослужители с нетерпением ждали архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия и встретили его песнопениями. Гродненские священнослужители с нетерпением ждали архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия и Волковыского Артемия. Открывая калужские блага, историй епископ Артемий отметил, что фестиваль стал очень значимым событием не только для Гродненской православной епархии, но и для всего православного сообщества Беларуси. И вот такая весна духовная приходит в нашу жизнь, приходит в наш город, приходит к нам с вами. Поэтому хочется пожелать вам, чтобы весна действительно год порвит, чтобы то, что вы сегодня увидели, услышали, чтобы досталось в нашей душе, для скончания, действительно, долгие-долгие времена и тем потенциалом, который руководит нашу жизнь. Потому что песнопение — это молитва, а молитва — это грешение Бога. Это то, что у человека под сердцем, что у человека под сердцем, что у человека в душе. Он даже самое сокровенное, которое невозможно объяснить нашим простым человеческим языком. Но это можно воскресить в марифе, когда душа кричит, душа вращается к Богу, душа твое к Богу. Напомним, что принять участие в фестивале должны были 37 коллективов. Однако ввиду последних событий в Украине не приехал академический хор имени Платона Майбороды, национальной радиокомпании Украины. Тем не менее, количество участников и их география все равно поражают. Совместными молитвами и выступлениями тех коллективов, которые смогли приехать, которые уже приехали, мы все-таки создадим атмосферу праздника, с одной стороны, с другой стороны, атмосферу молитвы в Кафедральном Свято-Покровском соборе, где и будут проходить все прослушивания конкурсные. На открытии международного фестиваля «Каложский благовест» выступил хор священнослужителей Гродненской епархии, а также обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля «Хор студентов Московской государственной консерватории» под руководством Сергея Калинина. «Россия, Россия, 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 хоровых коллективов, а также вне конкурсной концерты.